Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим о зимнем укрытии винограда. Разберем вопросы надо-не надо, чем, как, что делать перед укрытием. Ну, короче, коснемся всех тем. И первое, с чего начнем, вообще надо-не надо. Конечно, идеальная мечта виноградаря, чтобы работы на винограднике было как можно меньше. И многие гонятся за неукровными сортами, чтобы ничего с ними не делать. Но я очень много раз касалась этой темы в своих роликах, причем по различным тематикам. Конечно, каждый решает сам, накрывать или нет. Да, это определенный труд. С другой стороны, это определенная гарантия ваших урожаев. Дело в том, что даже если вы выбрали сорт очень морозостойкий, да, зиму он выдержит в плане морозов. Но дело в том, что зимы наши последние годы очень нестабильны. То оттепель, то мороз, то мороз, то оттепель. Даже сейчас вот простояло где-то недели две, когда был такой минус в районе даже минус пяти ночью. Днем там тоже был небольшой минус. А потом пошел ледяной дождь, и все покрылось ледяной коркой. И вот такие ледяные дожди бывают достаточно часто. Это, конечно, очень сильно вредит растениям, и все эти перепады тоже очень сильно вредят. Поэтому мы зимним укрытием не только защищаем от морозов, при том, что зимнее укрытие может нам позволить как раз-таки выращивать и сорта менее устойчивые, но для нас, например, более интересные, более перспективные в плане урожаев. Но зимним укрытием, то есть мы можем и защитить растения от различных неблагоприятных таких вот условий перепадов, и помочь ему гораздо легче перенести зиму, соответственно, сохранить свои силы, которые будут потом потрачены на урожай. Итак, обрезка завершена. После этого мы уложили лозу на землю, и, как видите, поднял, подкладываем деревянные бруски. Для чего это делается? Во-первых, чтобы не было вот соприкосновения, например, в данном случае с мульчей, чтобы не было никаких заприваний, подприваний. Если там это было сделано для того, чтобы лоза не касалась мульчи и не подпривала от нее, то вот здесь это делается для того, чтобы лоза не оказалась в каких-то ямках, в которых может скапливаться талая вода и тоже неблагоприятно воздействовать на растения. После того, как мы уложили, мы проводим обработку медным купоросом. Значит, первое, почему? Ну, вообще обрабатывать либо нет, зависит от того времени, когда мы делаем эту самую обрезку. Например, мы ее делаем по легкому морозику, и понимаем, что впереди уже тоже будет морозик и морозик. Во-первых, делать в таком случае обработку неэффективно. Во-вторых, уже и морозик сделает свое антисептическое действие. Но мы, например, в этом году сделали обрезку в конце октября. После этого еще как минимум две с половиной недели стояла тепло-влажная погода, очень благоприятная для развития различных грибковых заболеваний. Мы их можем не видеть на стволах. Это микроорганизмы, которые не всегда себя проявляют. Но обрабатывая медным купоросом, мы понимаем, что частично мы предотвращаем развитие вот этих самых микроорганизмов. То есть для нас так проще, так надежнее. Исходя из того, что мы понимаем, что вот будет стоять еще неизвестно сколько вот такая погода, и мы защищаем наши растения. Если вы не хотите делать, то можете эту операцию не проводить. Тут еще какой момент. Например, в прошлом году после снятия урожая у нас была возможность обработать наше растение хорошей дозой системного препарата, который способствует защите растения от различных грибковых заболеваний. Но в этом году такой возможности у нас не было. С сентября пришел мороз, тут же лист осыпался, и о каких системных препаратах идет речь. В таком случае, опять же, обрабатывая тем же медным купоросом лозу, мы предотвращаем развитие грибковых заболеваний. Есть еще рекомендация по обработке железным купоросом, но от железного купороса мы все-таки отказались. Почему? Потому что, во-первых, неэстетичный вид лоза становится очень такая черная, а во-вторых, есть вероятность сделать ожоги на почках. Поэтому от железного мы отказались, а медным все-таки вот эти самые обработки проводим. Итак, теперь вопрос, когда накрывать. Конечно, идеальный вариант, чтобы постояла морозная погода. Ну, небольшой, минус, минус 3, минус 5, ну, более-менее стабильно. Чтобы растение закалилось, чтобы правильно в нем проходили все физиологические процессы. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Бывает, зима приходит, стабильно пришли морозики, пришел снежок, и все хорошо. А бывает совсем наоборот. Вот сейчас, например, у нас вот этот минус прошел. Где-то неделю-две даже выпал снежок. Сейчас он растаял, и ледяные дожди пошли. И ближайший месяц вообще предполагается вот этот скачок с плюсов-минусов, со всеми этими оледенениями и прочим. То есть, ну, мы понимаем, что накрыть надо сейчас, чтобы защитить растение от вот этих вот перепадов. Ну, и, честно говоря, когда сильно холодно, а еще что-то на голову сыпет, накрывать тоже не очень комфортно. Поэтому, еще раз повторю, идеальный вариант, чтобы морозики постояли, и тогда накрыть желательно, чтобы это была сухая погода. Но если не получается, значит, накрываем тогда, когда у нас получается. Единственное, на что надо обратить внимание, это на само укрытие. Если вы укрываете природными материалами, папоротник, солома, лапки не столь подвержены, но вот папоротник и солома, то делать это надо все-таки в сухую погоду, чтобы ничего на голову не сыпалось, и чтобы вы укрыли растение именно сухим материалом. Во всем остальном смотрим по нашим возможностям. Теперь коснемся самого типа укрытия. Чем накрывать? Ну, на самом деле, множество роликов, множество предложений, как легче, как просто укрыть. Я скажу так, смотрите по вашим возможностям. Первое, рассмотрим природные материалы. Это солома, это еловые лапки и это папоротник. Некоторое время мы укрывали папоротником. В принципе, укрытие довольно неплохое. В лесу папоротника хватает. Если его заготовить вовремя, тоже желательно, чтобы он был сухой, то вполне себе хорошее укрытие, под которым растение хорошо зимует. Но природные вот эти материалы, то есть в соломе могут заводиться мыши, это надо предусмотреть, и они могут повреждать лозу. И природные материалы, они склонны потом к накапливанию влаги и к тому, что растение может подпревать. То есть, когда мы накрываем природными такими материалами, мы сверху накрываем пленкой, чтобы там ничего не подмокало. Ну и периодически, особенно по весне, немножко там проверяем, если нужно проветриваем, потому что там возможно вот это выпривание и вымокание. Дальше касаемо материалов, которые можно приобрести. В магазинах тоже вариантов очень много. Кто-то накрывает таким материалом, как под ламинат закладывают, говорят, ой, классно, удобно, супер, быстро. Кто-то накрывает тонким пенопластом, кто-то накрывает мешками от сахара. Ребят, все, что у вас есть, к чему доступ, в принципе, то можно и использовать. Каждый материал, он хорош по-своему, а дальше надо испытывать. Штука самая, например, тех же пенопластов, ну, он имеет объем, его потом где-то надо хранить. Если у вас один-два куста, классно. Если 60, вопрос хранения вот этого объемного материала, ну, он возникает. Кроме того, вот эти такие материалы, которые более-менее хранят форму, тоже надо смотреть, как их закреплять для того, чтобы не сдувало ветром. Потому что ветра так или иначе дуют, все это может сдувать, слетать. У меня магнолия с панбондом закручена, периодически, как бы я ни укрепляла этот панбонд, вокруг его сдувает. То есть по-хорошему вообще надо было бы мешок шить и накрыть. То есть здесь есть такие нюансы, ну, смотрите, к чему есть доступ, что вы можете себе позволить. Любой материал, он имеет свою ценность. Чем пользуемся мы? Значит, вот такая вот штука. Это синтетический латин. Вообще, на самом деле, это синтепон какой-то, видно, отходы производства, которые просто прошиты. Продается эта штука в рулонах. Мы порезали на такие вот, получается, вот эта вот ширина была рулона, где-то метр. Вот так вот мы порезали, шили два слоя, чтобы было удобнее, потому что длинным рулоном накрывать не совсем удобно. Надо помощь вот это вот одному человеку вполне легко накрыть, снять, скрутить, убрать и все остальное. Это покрытие мы используем уже третий год. Все под ним шикарно зимует, растение не подпревает, не выпревает, ничего ему не делается. Более того, вот эта же штука нам помогала спасаться и от весенних возвратных заморозков. То есть, вещь очень удобная. Значит, смотрите, на этих шпалерах у нас специально натянута проволока для укрытия. Если ее нет, то просто дужки какие-то поставить, чтобы у нас здесь был воздушный зазор. Ну, собственно, тут все просто. Вот, берем это наше одеялко и на вот эту вот проволоку накидываем. Все, получается такой тоннельчик. Укрываем мы двумя слоями. То есть, вот этих одеялок нам понадобится два. И того, как я говорила, они у нас шиты по два слоя, значит, четыре слоя. И специально из проволоки такие штучки сделаны, чтобы закрепить, ничего нигде не сдувало. Ну, то можно заменить крупными гвоздями, либо тоже тем, что у вас есть под рукой. Пока земля полностью не промерзла, тоже укрывать хорошо, потому что легко вот это все к земле закрепить. Ну, вот все и накрыто. Как видите, получились вот такие тоннельчики. Все довольно быстро, легко, просто. И повторюсь еще раз, вот этот материал, во-первых, он долговечный, он не разрушается солнцем, он не напитывает влагу. Кроме того, он воздухопроницаемый, и там не скапливается конденсат, то есть нет условий для выпривания. Зимой, когда выпадает снег, на нем снег вот этот накапливается, остается, что служит дополнительной защитой от холода, от морозов. Но при этом, когда снег тает, то он сильно не проступает внутрь, не намокает, все хорошо проветривается. То есть, ну, укрытие очень удобное, очень комфортное. Легко использовать, легко хранить. Но что использовать вам, вы смотрите сами по вашим возможностям, по тому, что вы можете купить, либо не хотите покупать, значит, какие-то природные материалы. То есть, тут уже все, как говорится, в ваших руках. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. Ну, и, конечно, до новых встреч. Пока!